Добрый день! Тема нашего сегодняшнего урока – разработка веб-сайта, создание фрагментов сайтов по различным областям. Мы с вами подошли к концу изучения темы «Основы веб-конструирования». При изучении этой темы мы с вами научились создавать HTML-документы в редакторе блокнота. Мы изучили с вами теги и атрибуты форматирования веб-страниц, научились использовать таблицы, вставляли изображения на веб-страницах, создавали гиперссылки. И сегодня мы с вами подходим к завершению изучения этой темы, поговорим с вами о разработке веб-сайта. С чего же начинаем мы разработку? Начинаем мы с идеи сайта. Для начала вы должны четко понимать и осознавать цель или для чего вы будете делать сайт. Какие он задачи будет выполнять? Это будет персональный блог, школьный сайт, сайт о вашем любимом городе, о вашем любимом писателе, сайт-визитка. Затем мы с вами должны определиться со средой разработки. Это может быть редактор визуального веб-конструирования, это могут быть бесплатные конструкторы сайтов, ну а также вы можете писать наш HTML. Затем мы с вами поговорим о концепции сайта. После того, как вы продумали идею сайта, вы должны определить его концепцию. Под концепцией сайта понимается его дизайн, структура и контент, содержимое. Вы должны определить, что будет размещаться у вас на главной странице, какие разделы и подразделы будут на вашем сайте. Дальше вы должны в дизайне красиво это преподать посетителю, чтобы он не запутался и легко переходил в нужный раздел. Понятный переход определяется хорошей и удобной навигацией и компоновкой блоков на сайте. Контент сайта должен быть в первую очередь полезным и понятным человеку, содержать помимо букв, видео и картинки. Как вы понимаете, чтобы создать масштабный сайт, одного или даже двух-трех уроков информатики мало. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о небольшом сайте, состоящем из четырех страниц, который приведен у нас в примере в учебнике, на странице 55. Итак, «Песняры земли белорусской». На главной странице мы разместим заголовок «Песняры белорусской земли» и гиперссылки, позволяющие открывать страницы второго уровня. В качестве гиперссылок будем использовать не только текст, например, фамилии, но и изображения, небольшие портреты. Каждая персональная страница будет содержать текстовую, биографические сведения и графическую информацию, портреты, фотографии памятных мест. А внизу мы расположим гиперссылку, которая обеспечивает возврат на главную страницу сайта и две ссылки для перехода с одной персональной страницы на другую. Обязательно заранее подготовьте все изображения, поместите их во вложенную папку. Непосредственное конструирование начинается с персональных страниц, которые оформляются в едином стиле. Например, «Янка Купала». Мы вносим информацию о писателе, фотографии, а также, главное, мы пока пишем ссылки. Создавать гиперссылки мы будем после того, как будут созданы все четыре страницы. Аналогично оформить страницы с Якубом Колосом и Максимом Богдановичем. Ну а теперь ваше задание. Разработайте свою структуру сайта, состоящую минимум из четырех страниц, и создайте фрагмент сайта. Хорошей вам работы! Продолжение следует...